И сегодня на торжественном открытии презентации нашей республики в рамках Дней Карачао-Черкесии в Государственной Думе России всех участников церемонии и жителей региона поприветствовали руководители думских фракций Сергей Неверов, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Надежда Максимова. Они осмотрели представленную экспозицию, поближе познакомились с социально-экономическим и культурным потенциалом республики. Была представлена живопись, работы мастеров декоративно-прикладного искусства, уникальное историко-культурное наследие. Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов отметил, что в эти дни депутатам Госдумы предоставилась возможность не только еще лучше узнать регион, а также обсудить те проблемы, которые есть в Карачао-Черкесии. Показывают нам пример, как мирно и хорошо и уютно жить вместе. Республика, которая очень динамично развивается, и где сегодня происходят добычи и мрамора, и граниты, и где сегодня развивается промышленно-системское хозяйство. И мы видим, как сегодня там активно развивается туризм. Конечно, это знаменитый Донбай. Донбай – регион-курорт, который знала вся наша страна, весь Советский Союз. И мне посчастливилось в этом году побывать в Архизе. Это новое место, где строятся горнолыжные трассы, где строятся гостиницы, и где уже сегодня очень-очень много людей приезжают и проводят свои выходные дни, проводят свой отпуск. Я хочу сказать огромные слова благодарности Рашиду Испеевичу, руководителю региона, Александру Иванову, который сегодня представляет парламент региона, за то, что они неравнодушны, за то, что они делают, и за то, что они реализуют ту программу развития региона, которая сейчас есть. Мне посчастливилось, я в республике был десятки раз, и считаю, что это одна из самых удивительных мест на Земле. Если вы захотите взглянуть на Вселенную, поезжайте в Карачаево-Черкесию, там самый крупный телескоп в стране. Я наблюдал, как Вселенная вращается из этого телескопа. Если вы захотите попить лучшую воду, то Карачаево-Черкесия после Байкала занимает второе место по запасам чистейшей пресной воды, а Зеленчуевская долина – это самое зеленое и красивое место на Кавказе. Если вам хочется познать горно-алпийские пизары, ничего красивее Донбая на этом свете нет. Там все сочетается в единстве. Чудные леса, великолепные горы, классные маршруты и редкое гостеприимство. Если хотите отведать лучшую мясо на Земле, попробуйте черную карачаевскую овечку. Я вас хочу, в первую очередь, поблагодарить за ту конкретную и практическую поддержку, которую сегодня Государственная Дума Российской Федерации оказывает, в том числе и Карачаево-Черкесской республике. Хочу, конечно же, поблагодарить депутатов Государственной Думы от нашей республики.